Липа, боярышник, два вида клена, ива и яблоня. 98 саженцев молодых деревьев высадили горожане с южной стороны дворца Металлурга. У истоков проекта «Народная роща» стояли губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Череповца Юрий Кузин, которые обратились к собравшимся с приветственными словами. Я очень рад тому, что мы совместно с инициативной группой молодых ребят еще в декабре месяце прошлого года договорились о том, что в каждом районе города Череповца будет посажена «Народная роща». Роща, которая будет посажена руками простых горожан, простых череповчан. Мне бы очень хотелось, чтобы подобные мероприятия стали традиционными для нашего города. То, что мы делаем вместе, это очень важно. Это новая традиция, добрая традиция по благоустройству нашего замечательного, красивого города. Каждое высаженное дерево является именным, записанным на конкретного человека, семью, коллектив, организацию. Горожане, высаживающие именные деревья, обязуются впоследствии заботиться о них неограниченный срок времени. Из концепции проекта «Народная роща». Почетное право первыми получить именной сертификат организаторы проекта предоставили руководителям города и области. «Ну что, поехали, Андрей?» «Рыков благоустройство и озеленение комбайна». «Яблони?» «Да». «Все, ребята, с праздником! Спасибо всем большое! Спасибо! Спасибо! Ура!» «Череповца» — это очень важный, очень нужный такой проект, ибо он идет от населения города Череповца. Если каждый житель будет заинтересован, понимаете, будет отношение сегодня к зеленым насаждениям совсем другое. Когда своими руками посадишь дерево или кустарник, ты будешь по-другому к этому относиться. «Мы планируем обязательно каждый сезон высаживать, ну не меньше деревьев, я надеюсь, а может быть и больше, потому что желающих очень много. Я думаю, что и с каждым разом их будет все больше и больше». Каждый здесь мог выбрать свою любимую породу дерева. Медсестра Надежда Фадеева остановилась на Еве Шаровидной. Говорит, самое русское деревце нежное и красиво растущее. «В память о дедушке еще тоже, как бы я еще это дерево садила. Ну и не только дедушке, а всех воинов, погибших на полях сражений». Впрочем, отмечать свое дерево каждый волен сам. На карте сайта проекта «Народная роща» сайт организаторы обещают создать в скором времени. Все посадки будут отмечены точками по координатам GPS. А именно лиственная порода деревьев выбраны не случайно рассказывает мастер участка озеленения питомника акционерного общества «Северсталь» Алена Беспалова. «Здесь, на данной местности, согласно вот этой почве, которая здесь существует, нецелесообразно садить хвойники. Они здесь могут просто не убрежиться. А лиственные деревья, которые непосредственно связаны с дорогой, недалеко от дорог, которые будут защищать людей нашего города от выхлопов. То есть лиственное дерево, оно впитывает. Если бы, конечно, жители нашего города, они бы хотя бы немножко берегли нашу природу, это было бы замечательно. Вот это такой зеленый уголок, где можно отдохнуть всей семьей». Следующая посадка Народной рощи планируется осенью, предположительно, в Зашекснинском районе. Владимир Швецов, Алексей Игнатьев, Олег Тюкаркин. Информа агентства «Череповец». Субтитры создавал DimaTorzok